Всем привет, меня зовут Настя, и это третья часть обзора винтажной ярмарки МОЗ Винтаж. Обязательно посмотрите две прошлые части, если вы еще это не сделали, там много интересного. Каждый что-то для себя найдет. Какая цена такая? А цена какая изначально? 17. Семнадцать. А две это зеленые. С кобальтом. Как, а две это зеленые? Да, праздник праздник, а лень. А, праздник праздник. Красивая. Это очень красивая. А это натуральный кайф? Чайница такая, английская. Хочу здесь какую-нибудь баночку для супа. специи. Не знаю какую. Орегано. Это мне подсказали лавровый лист. И это не знаю что. И это, наверное, соль. У них такая крышечка с резиночкой. Ну, вот эта вот мне милее всех, наверное, такая нежная. Смотрите, как мне праздничное даже упаковали. Многие подходят и спрашивают, это что, елочная игрушка? Я говорю, нет, это баночка для специй. Вазочки. Модница. А чья она? Лимош. Лимош. А какой цена? Тринадцать. Тринадцать. Большая такая сырница. Крустальные вазы для пунша. Бокальчики увесистые. К нему идут. Минажница такая. Херин. Из серии Кити. И вот эта тоже минажница Херин, да? Большая. Весистая. А от них чашечки нету? Только тарелочки такие остались. От них нет тарелочки. Угу. 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 Дешево. Розенталь. Целый наборчик суповой. Супница стоит. Здесь Кузнецовка Лимона. Не знаю почему, но мне очень нравятся фигурки, связанные с утками. И вот это мне бросилось в глаза симпатичные, но без клейма. Розенталь такой наборчик с розеточками. Старенький. По-моему, шесть пятьсот. Такие баночки. Хрустальные. Для духов на дамский столик поставить. Просто прелесть. Розенталь тарелочки коллекционные, коробочка. Котлеры Royal Wuster на одно яйцо и вот с птичками на два яйца. Смена, два яйца. Интересная форма у чашечки. Блюдце резное. Песочное молочное. А какой цены молочный? Пятьсот. Пятьсот рублей. Вот еще есть старенький варатов. Да-да-да, все, я вижу, спасибо. И Кала такой. А такой в какой цене? Пятьсот. Тоже пятьсот. Два молочника по пятьсот рублей. С цветочными узорами. Розеточка Кала. Вот еще молочник. Ручная роспись. Песочная. Песочная. А сколько стоит беги котик? Тысяча рублей. Эвербилки. Карандаш. Шикарно. Это идеально посмотреть. Распродажа, где все отельно на шоке. 50 рублей в коробках, но это не моя история. Интересная вещь. Но не могу разобрать, для чего она. Такая мощная ракушка. На ножке. Маленькое зеркальце. Может, вы в Крыму были на этих конференциях? Нет. Под бутылку вина. Подставочка. С виноградными гроздьями. Прозрачный большой пакет. О, прозрачный. Тысяча, две, три. И выше шарфики. Это вот точка, где я обычно покупаю платочки, но сегодня я ничего не выбрала. Хотя выбор был большой. Но я забрала вон тот синий шарф, шикарный. Платок Гуччи. Но он будет дорогой, около 10 тысяч. У этого продавца много новогодних игрушек. И когда я только пришла, здесь был ажиотаж. Даже нельзя было подойти и что-то выбрать. А потом я смотрю, что люди разошлись. Решила подойти посмотреть. На каждую игрушку цена разная. Все надо спрашивать. Матрешка. На елочку. Кстати, вот зайчика же будет. Украшений куча-куча. И новогодний, и на любой праздник. Вот эти ромашки симпатичные. Такая брошечка. В общем, очень много винтажных украшений. Даже для мужчин. Так что можно выбрать и подарок. Либо себя порадовать. Либо себя порадовать. Такая черепашка-игольница. Для тех, кто курит, смотрите. Лягушка. Пепельница такая. И в нее есть отсек для пачки сигарет. Но я не курю и вам не советую. Бывает, понравится какая-нибудь пепельница. Может быть, купить ее для красоты. Приборчики. Нашла кукурузу, игрушку. Даже коробочка сохранилась. Видите, подает наборчик. Долго, вокруг оси. А я выцепила и заборчику кукурузу. Коньяк, ликер, всякие такие. Лофитники. Лофитники. Интересно. Вы, если на ЕБЭ выйдете, или куда-то, вот на Назародное. Угу. 100 долларов рюмочка. Угу. Интересно. Лофитники. 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 Угу. А как вы еще рассказали калат? Как там слово было? Это либо кость, либо люцит. Люцит. У меня уже камера скачет. Старенькая резная брошечка. Коколочка такая длинненькая. Написано Катарина. Такая тонкая работа. Да. Вот это мне понравилось. Эта брошечка предположительно, это брошь Германия. Мы долго думали со специалистами. Я думаю, что где-то тоже, наверное, 20-е, 30-е, 40-е уже года. А что за камень здесь? Камень, я думаю, это ювелирное стекло. Угу. Ну, такие хорошие эти. Эти булочки пара полторы тысячи. А, они вместе, да? Да, можно и дешевле. Такой наборчик. Броссетик рядом тоже старинный. Это серебро немецкое. Тоже с розовыми камушками. С розовыми камушками. Гранатики, рубинчики. Серебро немецкое. 835-я проба. Стёжка интересная, старинная. Да. На такую тонкую, изящную девичью ручку. Угу. Как раз, наверное, на вашу. Да. И вот это вот мне нравится. Это стилизовано под старинную. Но я думаю, что это такой неглубокий винтаж. Если уже дальше винтажный монтажка. Ну, всегда симпатичная. Да, симпатичная, да. Яркая и подвески. Да, на пиджах красиво будет какой-нибудь. Я думаю, что можно под горлышком рубашку стегнуть. Да, да, тоже как вариант. Угу. Очень красиво. Вот это мне очень нравится брошь. Её тут не очень видно. Это французская брошь. Она маркированная. Да, это тоже. Мавитек. Угу. Какая она цена? Она стоит 1000 рублей. Такие прекрасные либо каулы, либо лилии. Её можно по-разному. Да, как хочешь, можешь крутить, вертеть. Можно создать какое-то своё настроение. Кто что увидит здесь? Да. Кто цветок? Кто завиток? Под разное настроение. О, и вот эта вот вещица интересная. Это у меня звезда. самые-самые неожиданные для нашего времени предметы. Это могла быть табакерочка, ножнички, зеркальца, духи. Всё, что угодно. Часики, кошелёчек. Вот, кстати, у меня есть кошелёчек такого плана. Угу. И как раз тут видно, что есть подвесочка, потому что можно было её прицепить на такой шатленчик. Ну, как необычную. Такие, старинные. Чего только раньше не было, на самом деле. Я сначала подумала, что это отдельно, и я думала, что это для волос заколка. А потом я поняла, что это всё вместе. Такая штучка. Представляете, я приехала на Мосвинтаж к 11 утра. Сейчас время 4 часа дня. Я только оттуда вышла. На самом деле, так и долго получилось, потому что я сегодня поехала одна. Димы не было. И мне пришло сначала пройти кружок, показать ему всё. С ним по видеосвязи общалась. Потом я начала снимать видео для вас. Но получилось очень долгим. Как вы просили, у меня там будет 2 ролика, где-то по полчаса. И сделала немножечко покупок. Потом я проголодалась, пошла в хлеб насочный, пообедала, вернулась. Сделала ещё несколько покупок. Но на самом деле, не жалею, что так долго там была. На самом деле, рассматривать всё можно очень-очень долго, потому что вещей очень много. И когда ты проходишь один раз, ты не на всё сразу бросаешь взгляд. Поэтому я советую вам проходить всё хотя бы 2 раза. Причём я ждала ещё Наталью с платочками. Она сегодня задержалась. Она обещала, что перейдь к часу, но она приехала позже. Поэтому после обеда я пошла к ней. Купила у неё шаппик тёплый, очень красивый. Вам потом покажу его. В общем-то и всё. Всем спасибо за просмотры заранее. И вообще, если вы будете в Москве, то я вам рекомендую побывать на какой-нибудь винтажной ярмарке, либо на глашином рынке. Потому что, когда ты выходишь оттуда, ты как будто бы побывал в музее, где можно всё потрогать. Очень интересно. И получаешь море эмоций. И как будто бы тебе провели экскурсию. Субтитры сделал DimaTorzok